Итак, всем снова большой привет! Сегодня будем делать с вами два макияжа, такие они немного друг от друга отличаются. Это первый, второй. В принципе, да, интерпретация макияжа осталась такая же, добавилась немного другого цвета, просто темно-лиловых таких, снизу просто простудка губ, и лиловых вторых таких темных интересных стрелок, тоже почему нет, как вариант. Не забывайте, что я набираю к себе на курсы в Москву и в Екатеринбург на ближайшие месяцы, запись идет по телефончику, который указан под видео, в WhatsApp Viber, и заходите на сайт justformakeup.ru для того, чтобы купить почти всю косметику, то, что представлено в этом видео, все очень бюджетная доставка в любой город, в любую страну. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, начинаем с тона, у меня на губах цветной бальзам, помада моя just of sky и бальзам вместе, цветной бальзам все вместе выглядят, пусть останется, пока не будем трогать, сделаем сначала тон. Потом я положила уже базу Prime & Fine, бельной кистью из моих наборов кистей, буду смешивать пайс-двоечку, она темненькая такая, так, где пайс-двоечку, мне тоже не подходит, ну и совсем не плотная, мне тоже не подходит, поэтому я считаю вообще комбинация, да, смешание макияжа и текстуры цветов, это, наверное, одна из главных составляющих успешного макияжа. Будем наносить. Буду смешивать два консилера поплотнее, это NYX оттеночек 06SV, такой он темноватый довольно, и Sephora оттеночек Cream Cream, называется светлый, вот два. Я буду смешивать, пайс мой любимый, сюда не очень подойдет, потому что он очень-очень такой тоненький, мне тут хочется более плотного сегодня чего-то, я буду смешивать, один темный, второй светлый, вот вы можете видеть на руке, для наиболее оптимального. И теперь припудриваем, припудриваю я все бесцветной пудрой из моих наборов Catrice Prime & Fine, она также называется, бюджетная, бюджетная, в общем-то, косметика, пудра неплохая, ничего я в ней не вижу такого сильно отличающегося от люкса и от профессионального сегмента. Далее я буду делать скулы, скулы попробуем на смену всем вещам, которые я обычно советую с своего сайта, я возьму не своего, не своего сайта, бронзер КМ Косметик с оттенок BR-103 КМ Косметик. Он минеральный, рассыпчатый, я его еще на видео ни разу не использовала, на клиентах тоже не пробовала, пробовала только на себе, мне более-менее понравилось, но рассыпчатые бронзеры, в моем понимании, немного тяжелее в использовании, чем компактные. Ну, такой нежный, хороший, здоровый оттеночек. Косметика самая оптимальная, это в формате пудры и в формате румян, потому что она более удобная в таком очень мягком рассыпчатом виде, потому что минеральная косметика, она очень мягкая и сложно из нее что-то лепить, такое по факту получается, когда ты начинаешь ей работать. Эту хайлайтер я все-таки не изменю и возьму из моей палечки Рунисенс Глоу, которая всем безумно нравится, хайлайтер с моего сайта, с моего новогоднего набора, еще доступна к заказу, поэтому тарапитесь. Вот, и сделаю наш с вами привычный хайлайтинг, еще более привычным, именно этими текстурами, опять растушевываю гель, который можно приобрести мне на сайте, стоит всего 400 рублей, бла-бла-бла, коронная речь, свое говорю. Итак, прокрашиваю сначала снизу, беру немножко, потому что он очень пигментированный, не забывайте об этом, и затем немножко оттушевываю наверх до конца собственных волосиков. Честно, сайты ищите, на сайте ее хорошая основа, хотя и бюджетная. По всему веку. Начну я с нашего карандашика, перепутанный тут местами, карандашика двойного джастовского, который в наших наборах. Я буду им снизу делать подложку. Таким вот образом, немножко плашмя, видите, я прокрашиваю. Внешний уголочек. Текстура мы относим. Снизу тоже тушуем. Мак Uninterrupted, очень старые, но любимые мной тени, такой вот кирпично-желтый оттенок. Мы будем прокрашивать немножко складку растушевочной кистью. Это вот единственные тени Мак, которые я душевно люблю, и пигментация которых мне очень нравится, и цвет, все в них гармонично. Можно поинтенсивнее. Черные любые тени, которые у вас есть. Я от Ильешки возьму вот такой вот угольный черный оттенок. И по карандашу снизу. Далее теперь берем любой матовый светлый оттенок тени. Я опять-таки просто из Ильешки возьму вот этот вот светлый. И прокрашу все подвижное веко этим светлым матовым. Можно также матовым подбровки. пространство матовым. Смотрите, я ничего не выблещаю, как я это люблю делать. Стрелку будем делать прямо большую. Не мельчите, пожалуйста, на нее не скупите. Теперь доделаем губы, потом будем думать по глазам, потому что я сочиняю. Карандаш мак купила к стону, оттенок махогани. Я заштриховываю полостью, так как мне этот оттенок нравится. Конечно, его нужно чего-нибудь разбавить. Мы немножечко, я думаю, что разбавим двумя вещами. Можно каким-то тинтом, можно вот этим тинтом Кайлин номер 67, такой он рожеватый, по центру его бахнуть. Проблематично. Вот. И стрелочку, да, здесь сверху. Здесь, в принципе, будет красиво смотреться, ну, такой фиолетовый, да, оттеночек. Даже можно его сюда добавить. На самом деле, я считаю, давайте сделаем два, наверное, макияжа. Я сейчас отфотографирую этот, мы его с вами зафиксируем. И второй макияж я добавлю немножко цвета и губам, и глазам. Итак, я немножечко возьму дюралай, но у меня его почти уже не осталось, да, это такой специальный гель от Inglot для того, чтобы превращать все сыпучие текстуры и сухие в кремовые. Как вода, в принципе, по такому принципу работает. Вот. И возьму сиреневый пигмент от Inglot под номером 112. Такого цвета подводки нету, есть всякие голубые. Прямо по... Поверху от стрелочки, если вы заедете на стрелочку, совершенно ничего страшного, потому что у вас есть подводка, вы можете ее смело... Стрелки, а все-таки ближе к ее началу. И из розовой розочки Lime Crime, которая представлена на моем сайте, я возьму вот такой вот. И мы немножечко обведем по контуру. Второй. В принципе, да, интерпретация макияжа осталась такая же, добавилась немного другого цвета, просто темно-лиловых таких. Сейчас снизу просто простудка губ и лиловых вторых, таких темных, интересных стрелок тоже почему нет, как вариант. Не забывайте, что я набираю к себе на курсы в Москву и в Екатеринбург на ближайшие месяцы. Запись идет по телефончику, который указан под видео, в WhatsApp Viber. И заходите на сайт justfomakeup.ru для того, чтобы купить почти всю косметику, что представлено в этом видео. Все очень бюджетная доставка в любой город, в любую страну.